Всем привет! С вами Лиза. Сегодня я снимаю очередное видео для вас и для себя. Точнее для себя я снимаю, чтобы поесть, а вам, чтобы дать очередную идею какого-то блюда. Я недавно стала очень интересоваться и вдохновляться азиатской кухней. И сегодня я хочу приготовить азиатское блюдо, которое пришло из Азии, но оно также очень популярно и в западных странах. И речь пойдет о спринроллах. Наверное, вы опять что-то поняли уже по названию. Что такое спринроллы? Если вы не знаете, это когда ты заворачиваешь какие-то там овощи, что угодно заворачиваешь, в рисовую бумагу. Тоненькую такую рисовую бумагу. И в принципе, мне кажется, это классное разнообразие, как какие-то, например, закусок к праздничному столу. Поэтому давайте приступим. Кстати, смотрите, что у меня тут. Я не знаю, это как-то связано с азиатским настроением, но я думаю, что да. И я ее нашла в шуфлядке, в тумбочке. Просто она валялась у меня там. Я думаю, что ты тут делаешь? Пиздела валяешься вообще. Давай-ка на голову. Вот, поэтому у меня такое сегодня цветочное настроение. Что нам понадобится? Самое главное это... Значит, спринролл рэпперс. Это фирма Blue Dragon. Мне кажется, что вот в странах СМГ вот именно вот тоже этой фирмы продают всякие спринроллы, какие-то азиатские нудлсы и прочее. Поэтому я вот использую их. Мне кажется, они сейчас везде уже продаются. Они, это такие... Вот, если вы видите, я тут уже пару штук убрала. Они такие, как, не знаю, как пластмасса, когда сухие. Видите? Их, конечно, надо стараться, чтобы они сохранились вот в такой ровной форме. Потому что у меня их... Если к ним небрежно относиться, то они поломаются. Этого не нужно. Итак, я взяла такую небольшую подставку. Мне кажется, что тогда она будет повыше и, короче, у меня лучше будет видно. И то, что я делаю, тоже лучше будет видно. Я надеюсь. Так, что мы берем? Тарелку. Вот такую, желательно, широкую. И с краями. Почему? Потому что мы туда наливаем воду. Значит, вода должна быть горячая, но не кипяток. То есть... Такая, знаете... Я вот наливаю, ну вот, чтобы дно закрыть. Где-то полстакана, я думаю, что... Полстакан, полстакан, у тебя стакан. Такая вода, когда вот мы делаем маникюр, чтобы она была горячо, но не сильно жгла. Вот это подойдет. Потом берем эту рисовую бумажку, кругляшок этот, и окунаем сюда. Окунаем так, вот еще воды. И вот туда вот так вот ее топлю, чтобы она полностью закрылась водой. Окей? О! О, даже горячевато может быть. И надо стараться очень аккуратно, чтобы не порвать и не поломать. То, что я уже, кстати, сделала. Очень деликатная вещь. Теперь берем за края. Видите, она стала такая... У-у-у-у-у, такая пленочка. Ха! Прикольно? И кладем. Я беру овощи. Выберите, какие хотите овощи. У меня будет, смотрите. Сельдерей. Я люблю сельдерей. Я уже об этом говорила. Хотя я абсолютно понимаю людей, которые не любят сельдерей, потому что я раньше его абсолютно ненавидела. Я думаю, что лучше порезать вот так и вот вдоль. То есть все овощи лучше резать вот так вот вдоль. Окей? Окей. Дальше. Я также беру капусту и, опять же, нарезаю такими... Ну, ее, конечно, полосочками не нарежешь. Ну, так, мелко как-то нарезали. У меня авокадо. Это кусочек буквально, даже не половина, надо на четверть. Потому что я, ну, вторую половину раньше использовала. Снимаем кожуру. Без ЧП не обходится. Авокадо. Тоже нарезаем такими, упс, полосочками. Чем тоньше, тем лучше. Кстати, вечная проблема с авокадо. Он твердый, да? Но, знаете, что я поняла? Помогает ему дозреть. Просто оставить его лежать не в холодильнике, а где-то в теплом месте. На подоконнике, например, у меня обычно лежит. И в зависимости от того, конечно, насколько он у вас деревянный, надо смотреть, сколько оно должно... Оно? Да. Оно должно дозревать. Авокадо, это он или оно, интересно? Вот это вопрос. И, ну, может занять, не знаю, три дня, может занять неделя. Ну, в общем, авокадо, вот я так поняла, что он может сам дозревать, как и бананы, например. Поэтому не спешите есть твердые. Авокадо. Дальше у меня зелень. Это шпинат. Можете использовать любую вашу любимую зелень. А еще здесь в закромах морковка. У меня в холодильнике одна несчастная морковка. Конечно, ее надо использовать. Так. И ее попку срезаем, конечно. Она приняла в число. О! К этому новому столу надо. Так. Лиза, концентрируйся! Все не работает. В общем, мои навыки резать морковку. Сейчас я побрызгаю воды. Сюда. Та-ра-ра! Все! И выкладываю теперь овощи. Зелень, овощи, авокадик, люпс, дефицитная морковка, потом капусточка. Ну, примерно столько, наверное, да? И теперь процесс пеленания. Если у вас есть дети, вы умеете пеленать. Я нет. не порвать. Первый брин будет комом, конечно. Очевидно. И все. И краешки заворачивать. Получилось. Второй, думаю, получше получится. Смотрите. Ну, такой. Немножко раскрылся. Ну, в общем, вы поняли идею. Да? Если вы умеете пеленать, то у вас лучше получится, чем у меня. Отдыхай, товарищ. И пока делаем второй идеальный. Идеальный? Нет, не идеальный. Упс. Это реально деликатная работа. Деликатная. А слово деликатес? Они же связаны, правильно? Деликатный и деликатес. У них общий корень. Я думаю, да. Аккуратненько за краешки поднимаем, кладем под овощи, кладу зелень, кладу коколку. Так, о. Смотрите. Овощи в пеленки. Так это мы назовем. Складываю. Следующий, сказал заведующий. Упс. Ровненький. Ура! Окунаем в водичку. Вот я думаю, что к какому-нибудь праздничному столу такая закуска вообще будет прикольная. Очень просто вроде бы, да, но в то же время необычно. Пеленочка эта лежала в воде, пока вот она не станет мягкой совсем такой. на огурцы можно, помидоры можно. В общем, что у вас лежит в холодильнике без дела, то и надо. Готово. Вы думаете, все? Нет. Еще. Сейчас надо будет еще воды добавить горячей. скилз, скилз. У меня такое ощущение, что я в школе на лепке или на каком-то таком уроке труда. И, наверное, последний сделаю. Все. Что вы думаете, это все? Нет. Я считаю, что вот такие вот овощные роллы, это очень вкусно, но нам что нужно? Нужно еще. Соус. Конечно же, без соуса будет пресновато. Что нам нужно для соуса? Соевый соус. у меня меньше соли тут. И он называется Тамари. Разница между соевым соусом и Тамари в том, что в соевом соусе есть глютен, клетовина, а в этом его нету, глютена. Поэтому не то, что я прямо на сто процентов против глютена, нет, у меня нету какого-то там заболевания, у меня нету целиака, у меня нету аллергенной реакции на глютен, но я стараюсь, когда могу, избегать его. Вот. Наливаем. Тут немножко. Хорошо, все закончилось. Дальше. Сирача. Сирача. Это острый соус сирача. Если вы любите острое, то советую. Либо можно просто насыпать чели, 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 чили, перец, тоже будет нормально. Я не люблю, я не люблю прям, чтобы было пламя, но чтобы немножко было так spicy, я люблю. И дальше, следующий шаг, это кленовый сироп. Значит, в этот соус нужно что-то такое сладенькое. Можете использовать любой другой свой любимый посластитель, это все равно. Я использую кленовый сироп. И еще не все, еще один шаг. Это вот кунжутные семечки. Я вам сказала, что я вдохновилась изиатской кухней. я даже купила себе палочки, понимаете, палочки. Вот. И мешаем. Я добавлю воды чуть-чуть, чтобы его побольше было. Да. Крепенько. Все. что вы думаете? Вы думаете, это все? Нет? Вы думаете, я наемся вот этим? Рис? Конечно, еще. Ой, рисик. Обычный жасминовый джазмин, или как его по-русски называют, я не знаю. Просто вкусно по-азиатски. ну что, приступим? Ребята, у меня сейчас что-то во рту происходит. невероятное. Соус решает вообще. Я чувствую, я этим не обойдусь. Просто анреал. Анреал. очень вкусно. Очень вкусно. Я говорю вам, вот такая закуска, ну даже не закуска, вот с рисом взять, это вот полноценное блюдо. Супер, супер. Офигенно. Так. Пожалуй, тут надо силу применять. с вами, товарищи. Как это? Он еще в рот. Знаете, очень тонкая бумага, но вкус реально дает крутой. и вкус, и консистенцию. Да, конечно, из меня пеленальщик еще тот. Но это не важно. кунжутные семечки тоже классно вписываются. любые. любые видео, любые видео, я помню, и я планирую снять видео, просто нам надо с ней как-то, ну, мы не всегда в одно время дома, нам надо с ней состыковаться. знаете, знаете, как вам идея возникла? Чтобы вам не просто с любовь вместе готовить и есть, у меня идея есть. Как насчет вам, например, написать какие-то вопросы, если вам есть какие-то конкретные вопросы, например, там, именно к близнецам, да, напишите в комментариях внизу, и мне кажется, так будет веселее, мы будем отвечать на ваши вопросы, и вам будет интереснее, да? Мне кажется, эта идея неплохая, поэтому задавайте вопросы внизу. Вопросы могут быть, ну, в принципе, разные, но я думаю, что такие больше, которые относятся именно к близнецам, может быть, вам интересно будет, но что-то такое, поделись непросто, например, а вы умеете читать друг друга мысли? Ну, это неправда, на самом деле. Я не знаю, кто-то придумал, то, что близнецы могут читать мысли друг друга? Ну, какие-то такие, более креативные вопросы, необычные, что ли? Смотрите, м-м-м-м. Самый компактный. Сырача. Аввокадо очень хорошо сюда вписался. Дает такую, знаете, немножко кремовую консистенцию. Так-то хрустит, а это такое, мягкое. отпад. Отпад. Сегодня у меня такая странная была ситуация. В общем, я была на пробежке. Ну, одна такая. Не сильно прям странная, я вам расскажу. Я была на пробежке, бегу, бегу, иначе никого не трогаю. И тут ко мне, знаете, подбегает мужчина. Точнее, он не, не можно подвигать, не останавливает. Он бежит и пробегает, вроде бы, мимо меня, но в то же время, как бы, ко мне поворачивается лицом, и дает мне визитку. Ну, обычно, когда человек бежит, ему обычно это не делают, да? Все эти вот рекламщики, они обычно дают что-то людям, которые просто идут, они бегут по улице. И он мне дает визитку. Я такая, окей. Но выглядит он спортивно, вроде бы тоже спортивный шорт так был. Я думаю, ну, наверное, какой-то, может, человек из фитнес-индустрии, да? Может, какой-то тренер. В общем, я не знаю, зачем он мне дала мне эту визитку. Я для интереса беру эту визитку, и знаете, что написано? Просто его имя. Этот человек действительно думает то, что написав просто свое имя, а еще был, по-моему, контактный телефон, я ему позвоню, или что? На кого это вообще рассчитывается? Я не понимаю. Объясните мне, пожалуйста. Ну, что вот эти люди вообще рассчитывают? Ну, ладно, бывает. Так. Вот этот вообще развалюха. Короче, все, ребята, я буду улучшать свои skills. надо еще суши сделать как-нибудь. Правда? я обожаю суши. Вы любите суши? Мне кажется, сейчас уже мало людей на планете, которые не любят суши. Я не знаю, почему эта рисовая бумага, она вроде бы по сути особо вкуса в ней нету, но именно вот такую классную она дает текстуру, консистенцию. I like you. I like you very much. Интересно, что написано на этих палочках? Кто-нибудь умеет читать по-китайски? Нет, не я. Хух! Еще сирачи! Я что-то в последнее время стала реально вот спайси любить вещи. Последнее. Поехали. Они слишком большие. Надо просто часть зелени высыпать. Все, я отдаюсь. Таланта перенать овощей у меня еще нету. Точнее, его вообще нету. Сирача, сирача. еще кунжутных семечек насыпем. Так вот, хина, кстати, это делает именно из кунжутных семечек. Если у вас есть какие-то может идеи, что еще приготовить, то я буду рада их рассмотреть. У меня есть пару идей еще? так что stay tuned. А видео с Любой я помню, я запишу. Вопросы пишите внизу. И будет так веселее, мне кажется. Возможно, это будет не следующее видео с Любой, а может быть там через один, через два сделаем. я раньше вообще острое не могла переносить. А сейчас это вообще нормально. Так, возьму ложку, наверное. Значит, я буду сейчас полгода это есть. просто рис, но так вкусно. Самая простая еда, по моему мнению, самая вкусная всегда. кайф. Все. Спасибо, что посмотрели видео. Подписывайтесь, комментируйте и до встречи. Очень скоро. Пока.